Жалай-эры, казахский род. Старшие жусь казахов расселялись в основном в Житысу в предгорной зоне Житысу Алатау, Алтыни-Миля и Малай-Сары, в Междуречии или Каратала, Прибалкаши и горах Аркарлы. Часть Жалай-эры располагалась по левому берегу или до предгория или Алатау и среднему течению Шу. По материалам статистики численность Жалай-эры на рубеже 19 и 20 ВВ составляла около 100-110 тысяч чел. По переписи 1899 насчитывалось 17 тысяч семей. По сведениям М. Тенышпаева, их число достигало 130 тысяч чел. Согласно Тимир-Галиеву, в 1911-1913 годах численность составляла 107 тысяч 500 человек, 2.2% от всех казахов. По оценке Ракишева, современная численность Жалай-эров составляет 485 тысяч человек. Устные генеалогические предания казахов, записанные АН. Арестовым сослов Деканбай Батыра, возводит родословную Жалай-эры к человеку по имени Жалай-эр, который был потомком Жан-Сакала. Жан-Сакал и Ак-Сакал происходят от Уэсена в ДР. Генеалогия Жан-Сакал и Жалай-эр – это одно лицо, которое происходит от Майкобия. Согласно Шижире, настоящее имя Жалай-эр – Кабылан. Состав аккорды и составляла ядру армии Урусхана, в 15 и 17 ВВ. Жалай-эры играли заметную роль в жизни казахского ханства. Ярким представителем Жалай-эров кон. 16. Нач. 17 В. Был кадр Галекасимулы, советник, караши, арас Мухаммада, племянника казахского хана Тауэкеля. Попав в русский плен, он написал известное историческое сочинение Джамия Ад Таварих, сокращенный вариант одноименного труда Рашида Аддина, посвященный истории Дашт и Кепчака и казахского ханства. В середине 18 В. Жалай-эры заняли Качеве в Капальском уезде, Житысу. Другие части, не вошедшие в состав казахов, участвовали в образовании узбекского, кыргызского и каракалпакского народов.